Новое отделение дневного пребывания территориального центра социального обслуживания населения предназначено для инвалидов 1-й и 2-й групп, а также для инвалидов 3-й группы, достигших пенсионного возраста. Отделение разместилось на первом этаже общежития по улице Смирнова, 19. Под его нужды отвели адаптированные помещения с безбарьерной средой, к услугам посетителей спортивный зал и помещения для кружковой работы. Здесь проводятся занятия на данный момент для граждан пожилого возраста, для граждан с инвалидностью. Проводятся мастер-классы, спортивные занятия. То есть мы начинаем немножко работу, чтобы люди о нас узнавали и приходили на занятия. Как показывает практика, обладатели золотых лет хотят как можно дольше оставаться в строю, быть востребованными и полезными обществу. Именно поэтому они посещают различные кружки, спортивные секции, развивают творческие навыки. Как правило, чувство нужности, важности и ответственности помогает им справляться со своими душевными недугами. У нас сегодня дискотека, кстати. Мы едем на дискотеке, а мы ездим на дискотеке. Мы подъедем, и как это писать. Так что мы тоже это. Спасибо. Значит, там и встретимся. Мы сегодня тоже туда. Так целый день у нас сегодня будет занят. Поэтому нам надо... Не минуты покоя. Не минуты покоя, точно. Вот такие веселые и активные дамы посещают отделения. Разные по возрасту и образованию, профессиям и увлечениям. Но всех их объединяет активный образ жизни и желание поделиться своими знаниями и умениями с другими людьми. Когда открылся институт третьего возраста, мы записались и ездили в город. Десять лет уже каждый год ездим на занятия. И сейчас вот уже ходим в социальный центр, потому что уже время много прошло. А вот сейчас, когда сюда открыли филиал на Речице, это так удобно. Это можно вот выйти и через пять минут прийти сюда. Мне вот пешком. Очень нравится мне здесь. У нас уже компания своя, свои друзья, которыми мы встречаемся десять лет постоянно. Вот эти чаепития, эти беседы, они так на душе приятны всегда. Очень довольны все наши слушатели. Особенно Ольга Михайловна нас ведет очень хорошо. Занятия проводит, и беседы, и игры, и мы ездим всюду. Спасибо. Очень хорошо, что здесь открыли этот центр. Потому что людей здесь много пожилых, как и везде. И эти люди будут сюда ходить и радоваться жизни. Потому что прийти, посидеть, поговорить. Я не знаю, как вы назвали. У нас разговорное кафе. Можно поговорить, потому что многие люди сидят дома одни. И не с кем поговорить. А тут можно поговорить, пообщаться. Может даже иногда поругаться, если надо. Но все, чтобы было хорошо. Официальное открытие данного филиала дневного пребывания для инвалидов и пожилых граждан по адресу Смирнова, 19, состоится осенью.